Ручная лепка доведена до автоматизма. Женские руки не хуже конвейера делают пелемени, вареники и чебуреки. Всего 40 наименований продукции. Благодаря традиционным способам приготовления и современным технологиям в небольшом цеху станицы Ивановской получают около 130 тонн полуфабриката в год. Исключительно кубанские производители мясного сырья, также лук, картофель, все местные, местных фермерских хозяйств. Переработка у нас осуществляется на кубанском сырье. Чита Басыниных начинала с домашнего производства. Сейчас на фабрике трудятся 10 человек. Как устроен семейный бизнес предприниматели показывают губернатору. Вениамин Кондратьев приехал сегодня в Красноармейский район, чтобы пообщаться с людьми, что называется, на земле. В чем залог успеха вот таких семейных предприятий в ручном труде? Они не волятся за количеством. Для них принципиально важно качество. И вот самозанятость, о которой мы говорим сегодня, кто-то говорит, а кто-то берет и занимается самозанятостью. Таких же одностанишников собрали здесь. У нас всегда все ивановцы делают, сами радуются и другим дарят радость вкусной, здоровой и полезной пищи. Действительно, много не сделаешь такой продукции, но она получается действительно более живой, более домашней. А вот в станице Марьинской пример того, как большие объемы не влияют на качество. На 11 гектарах в теплицах выращивают овощи. Огурцы, помидоры, зелень – все экологически чистое. Здесь даже пыльцу переносят специально запущенные пчелы и шмели. Такое сочетание инноваций, что называется, природного подхода, дает серьезное преимущество на рынке, замечает в разговоре глава региона. Причем не только на внутреннем. Вполне можно замахнуться и на экспорт, а поможет в этом государство в рамках национального проекта. То есть это ваше конкурентное преимущество, что у вас нет химических обработок? Да, у нас эко-культура. Это уже гарантия того, что может быть и можно продукцию делать и предметом экспорта. То, что еще на сегодня тоже кажется несбыточным, завтра может быть реальностью. То есть если мы сможем подойти к высокотехнологичным тепличным комплексам, современнейшим, нарастить мощность, безусловно, то экспорт может быть не за горами. Подобные поездки по районам для губернатора это возможность напрямую узнать, что действительно волнует людей и проверить, как выполняются данные поручения. С просьбой построить на этом пустыре новый парк к Вениамину Кондратьеву чуть больше недели назад обращалась Татьяна Тимошенко. Уже сейчас на месте расчищают территорию под сквер с детскими площадками и скейт-парком. Вас устраивает то, что сегодня планируется здесь и посадить, и построить? Конечно, Леонид Иванович, очень устраивает. Очень красиво, кстати, все нарисовано, да, ну вы правильно говорите, нарисовано. А мне важно, чтобы это было в жизни очень красиво. Но опять-таки вы парк, грубо говоря, пробили своей инициативностью, своим равнодушием. Вы его даже не для себя строите. Вы этот парк создаете для своих детей, внуков последующих поколений. Можно было смотреть на этот пустырь и проходить мимо, и ругать всех. А можно было взять и сказать, нет, не быть здесь пустырью. Так вот, проконарируйте теперь, чтобы все-таки то, что вы пробили, где власть вас услышала, реально воплотилось на практике. Чтобы на самом деле стало, вот этот рисунок превратился в красивые аллеи, в спортивные площадки. Когда детвора своим детским смехом, шумом наполнит этот сквер. Выезды в станицы и города – всегда легкий стресс для службы протокола губернатора. Так получилось и в этот раз. Венимин Кондратьев изменил запланированный маршрут и остановился, чтобы пообщаться с местными жителями. Садика не хватает. Вот ребенок, да, 3-6 ребенок пошел в садик. У нас проблема есть, мы же вот и говорим, что здесь вот я говорил, будем закладывать детский сад. В любом случае Краснодар будет расширяться. Всегда пригород любого столичного города, любого, он начинает активно жить даже своей жизнью, потому что город рядом и человек хочет жить еще и за городом, потому что свежий воздух, инфраструктура, по крайней мере нету шума этого городского, кому-то он нравится, кому-то нет. Поэтому, безусловно, мы должны бежать, даже не идти, а бежать в развитии пригорода. А Маринская, она является в том числе и очень таким активным центром развития. Поэтому сегодня нету кричащей очереди в детский сад и кричащей в школу. Завтра будет. Не послезавтра, а завтра. Поэтому давайте прям немедленно подойдем к этому вопросу, к решению его. С местом и для детского сада, и с местом для школы. Близость Красноармейского района к Краснодару как одно из преимуществ для развития. О перспективах этой территории глава региона говорил уже в Станичном доме культуры. Туда пришли почти полтысячи местных жителей. Вопросы чаще всего касались сельского хозяйства. Доля агропромышленного комплекса в экономике района достигает 40%. Я имею подсобное личное хозяйство. У меня коровы, лошади, овцы, куры, утки, гуси. В общем, все есть. Ну а также я хотела вам задать вопрос. Можно ли иметь в подсобном хозяйстве и свиней? Вы прекрасно помните, что до 15-го года, можно смело говорить, до 15-го года у нас вообще был запрет на содержание свиней не только в личных подсобных хозяйствах, а просто дома. В 15-м году, если помните, своим постановлением этот запрет отменил на личные подсобные. То есть можно, но там есть ограничения. То есть до пяти, да, по-моему? Да, до пяти голов. Голов можно держать и дома, и в личных подсобных хозяйствах. А вот больше, больше, безусловно, это должна быть специализированная уже организация, то есть ферма. По многим направлениям для тех, кто хочет заняться собственным делом, существуют программы господдержки. От агропрома до предпринимательства. Только на сельское хозяйство в общей сложности в крае выделено 7 миллиардов рублей. Серьезное финансирование предусмотрено и на развитие промышленности на местах. Фонд развития промышленности у нас его никогда не было. По инициативе, по решению губернатора, мы его создали. Сегодня он больше миллиарда рублей. Сегодня он за почти год своей работы уже находится на шестом месте по активности среди всех фондов в России. Там, извините меня, можно до 100 миллионов рублей получить под модернизацию своего, или под созданием промышленного предприятия, до 100 миллионов рублей под 5% годовых. Много программ, которые сегодня позволяют максимально селянину развиваться самозанятость, о чем я говорю. Но нету больших предприятий, нету колхозов. Что тебе нужно было опустить руки? Не опустили. Пошли в этом направлении. Программы, поддержки. Назовите, что еще нужно, если этого недостаточно. Если описать экономическую ситуацию в Красноармейском районе одним словом, то она стабильная. Правда, за рамки этой стабильности муниципалитет не выходит уже три года. В бюджете есть деньги для решения текущих вопросов, но существующие реалии требуют для дальнейшего развития мощного рывка. За последние два года район, по большому счету, не отступил ни на шаг от позиций, которые занял. Но и прорыва, по большому счету, тоже нет. Доходы к консолидированному бюджетному муниципалитету за первое полугодие дали прирост. Прирост это, наверное, минимальный, всего 5%. Я считаю, что для вашего района это совсем не прирост. Если говорить по-честному, 5% прироста – это, по сути, дело, деньги на текущие расходы, на жизнь, но не на развитие. В общем рейтинге социально-экономического развития Красноармейский район занимает 33 место. При этом по отдельным позициям муниципалитет держится в лидерах. Например, здесь насчитывается почти 35 тысяч личных подсобных хозяйств. Это один из лучших показателей в регионе. Продолжение следует...